В Тунис летели на самолёте тунисской компании. Тунисцы сами зарабатывают на туристах, и наши чартеры туда не летают. Еда обычная самолётная, так себе, а вот чай, кофе откровенно невкусные. Прямо в самолёте раздали декларации, которые нужно было заполнить. Часть отрывную отдаёшь сразу в аэропорту, вторую часть хранишь до отлёта и сдаёшь на обратной дороге. Это мои впечатления об отеле, где я отдыхала 14 дней в июне 2019 года. Заранее оговариваюсь, что это моё сугубо личное мнение. Но я буду рада, если оно поможет кому-то выбрать или не выбрать этот отель. И правда территория отеля большая, красивая, с хорошими бассейнами. Но всё как на рекламных картинках. И это огромный плюс. Но это плюс единственный, всё остальное минусы. Нет, ещё аниматоры свой хлеб отрабатывают на 100%, но это если вам нужна анимация. Вот это главные ворота изнутри, и поскольку мы находимся в самом конце туристической зоны, то дальше у нас ещё один отель, и Магдея закончилась. Въезда у главного парковка для машин сотрудников. И ещё сюда многие тунисты приезжают на выходные. От главного входа аллейка ведёт к центральному корпусу и ресепшн. Сюда вот заезжают автобусы, здесь выгружают отдыхающих. Здесь же их собирают на экскурсии, и здесь же их потом забирают в аэропорт. Вот это вот мы подошли к главному входу. Здесь прохладно. Ну, честно говоря, сейчас везде прохладно. Только на ярком солнце. Если лежать, то тогда может быть жарко. И входим в гостиницу. Вот это ресепшн. В этот раз нам очень не повезло заселение. Мы ждали номера больше четырёх часов. Все очень устали. Мы уже пообедали, погуляли, всё посмотрели, территорию обошли. По пляжу прошли. А нас приехало много. Ну, наверное, полавтобуса точно выгрузилось в этой гостинице. Мы все очень устали. Ну, внутри какой-то магазин. А, это, наверное, обмен валютой, да? Денежки здесь меняют, да? Вот народ сидит, пытается поймать Wi-Fi. Но он здесь отсутствует, как класс. Вот здесь можно заказать портрет. Можно заказать какой-то портрет. Вот там вот зал, в котором вечером проходит анимация. На выходе из главного здания на территорию отеля тоже кресло. Вот такие симпатичные столики. Коктейль-бар. Вот там наверху, под крышей, белая терраса, на которой тоже можно завтракать, обедать и ужинать. Но еду от воробьёв приходится отбивать с боем. Вот он, наш отель. С балкона столовой. Неправильно сказал, с балкона ресторана. Но дерево. А вот там вот Средиземное море. Холодное. И здесь жара переносится гораздо легче, чем в Турции, потому что постоянно дует свежий бриз. Вот это вот снэйк-бар, где можно перекусить, не уходя от бассейна. Пол-бар. Алина, вспоминаю, пожалуйста, рекомендую, что есть приезда. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, что вы не купили. Аниматоры пляшутся у продавесера. Молодые парни, девчонки, откуда у них силы берутся. Вот бассейн плавный. Тоже там детский бассейник. Как поступают наши туристы. Можно выйти в 6 утра. Застолбить себе лежак. Хотя здесь лежаков очень много. Всем хватает меньше. Но хочется застолбить, заложить все полотенцами. Вот там вот лежаки с синенькими полотенцами. Женщина пристраивалась везде. Обошла все. Пристраивалась на каждый лежак. Потом почему-то остановилась вот на эти. Вся гостиница состоит вот из таких вот небольших корпусов. Я не знаю, финиковая ли это пальма. Но на ней растут вот такие плоды. Может быть, это молодые финики. Потому что это у них же страна фиников. На территории можно поиграть в мини-гольф. И это, кстати говоря, обозначено у гостиницы в плюсах. Но я ни разу не видела, чтобы здесь кто-нибудь играл. Территория гостиницы охраняется. Мы находимся в туристической зоне. Но, по крайней мере, вот я вижу, камеры висят. Озеленение прекрасно. Вот очень красиво цветы. А вот это вот гостиничная кошка. Самое спокойное место в гостинице – это вот этот вот илокспу. Главная детская радость – аттракцион «Водная горка». Ихомора не затащишься. Но вода здесь не теплая, хочу сказать. Достаточно прохладная. Но все равно большая радость. У каждого абсолютно бассейна дежурит дежурный. Который следит за порядком в бассейне. И вообще, чтобы что-нибудь не произошло. И главное, вот бассейн их, по-моему, трое или четверо. Здесь бассейн небольшой, поэтому один. Вот здесь вот теннисный корт. Вот там вот главный вход в гостиницу, где развиваются флаги. А вот этот вот просто мозгия. О, стоят полицейские, но их запрещено снимать. О, боже мой, как страшно-то здесь. Круто, да? С высоты горки видно отдыхающих, которые греют пузики. Ветер, солнце, но ветер, поэтому совсем не жалко. Еще здесь есть скрытый бассейн с подогреваемой водой. Но сейчас он закрыт. А когда мы приехали, прилетели 11 июня, он работал еще 11 и 12. То есть для теннисов считалось, что вода в море и в уличных бассейнах еще холодная. Здесь вот такой вот кукол, то есть купаемся почти под небом. Бассейн симпатичный. И здесь же где-то рядом колласса терапия. Но я туда не ходила, поэтому врать не буду, мало про нее знаю. Вот такие вот корпуса. Здесь много вот таких маленьких дорожек, которые проходят между корпусами. И прямо на дорожке, на эти узенькие, тоже выходят на муру. Африка. Да, вот везде стоят урны. Причем в форме таких африканских горшков. Да, вот тоже, наверное, выходят прямо на дорожку. Внутри каждого блока вот такой садик. А это садик между волками. В первый день, наверное, можно заблудиться. И везде пальма, 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 пальма. А эта галерея, они меня, судя по всему, выводят к ресепшнам. А, вот это вот таласы. В первой части этого отчета я рассказала о территории отеля, которая действительно хороша, действительно соответствует всем рекламным буклетам, картинкам. К территории нет вопросов. Территория реально ухоженная, аккуратная, большая, удобная. Территория хорошая. Про пляж, еду, связь, про территорию вокруг отеля я расскажу во второй части. Во второй части своего отчета. Кстати, по поводу комаров. Я привезла с собой фумигатор, потому что начиталась, насмотрелось видео, что здесь комары летают огромными стаями. Видела мух, видела воробьев в большом количестве, и ни одного комара, даже в Сахаре. Поэтому фумигатор тащила зря. Но, может быть, в другой сезон. Я отдыхала с 11 июня. И сегодня у нас уже 21. Пока комаров не было.